Вот, смотрите, персы единое пространство, очень единое. Даже шииты компактны. Афганистан, Афганистан? Не, не важно, все равно. Герат, Герат, несмотря на то, что Герат находится за границей, это все равно хороса. А что, Душанбея персидский город? Душанбея это понедельник всего-навсего, периферия Бухарского Эмирата. Это рынок понедельничный. Это рынок, но это далекая окраина великой золотой Бухары Аш-Шариф. Понимаете, благородная Бухара, вот столица Таджикистана. А Бухара персидский или тюрецкий город? Бухара таджикский город. Это столица, столица древнего культурного пространства. Узбеки с вами не согласятся. Хорошо, возвращаюсь в Россию. Да, ну пусть тогда нам скажут откровенно, на каком языке в Бухаре, в Самарканде или в Термезе люди говорят на улицах. По-русски. Да ладно, по-русски. Таджикский там звучит язык, а не русский язык. Хотя я с симпатией отношусь к узбекскому народу и тюркоязычным узбекам. Но надо признать правду, что половина, как минимум, населения Узбекистана говорит на таджикском языке. Называть таджикский народ, считать их народом каким-то полуварваров, народ древнейшей цивилизации, которая была высокоразвитой тогда, когда на территории Московского царства еще белки прыгали по деревьям. Понимаете, таджики уже создавали удивительные произведения культуры и искусства, и у них были государства. Да и к XIX веку, когда Российская империя пришла туда, Хивак, Акан, Самарканд – это высокоразвитые государства, современные достаточно, которые, может быть, уступали Российской империи в системе организации армии, но во всем остальном они имели систему законов, между прочим, восходящей к VI веку, и которые непрерывно воспроизводились. Я имею в виду такие связи шариатских законов с традиционными законами жизни тюркских народов. И вполне, знаете, называть их варварами то же самое, как называть варварами. Честно говоря, некоторые государства Италии к этому времени были гораздо более варварскими, чем государства Средней Азии. Прямо скажем, по многим параметрам. По крайней мере, Римскую папскую республику, папскую область трудно было считать высокоразвитым государством. Поверьте, Бухарай и Кокант гораздо более были демократическими, свободными и законными государствами, чем папская область. Однако мы же не предъявляем претензии Риму XIX века, который был упразднен графом Кавуром и Наполеоном III с разными вариантами этих политических отношений. Границы советских республик проводились не по национальному признаку, а по экономическому. Советский Союз рассматривался как единый хозяйственный организм. И поэтому, безусловно, Сталин проводил границы или хрущев Украины не в силу того, чтобы вот здесь украинцы, тут русские, например, а в силу того, чтобы там провести Днепровский канал в Крым, например. Там это было проще делать, если это, допустим, Херсон в Украине, Крым был, значит, вырос в СССР. Вот если проще объединить два субъекта, значит, проще будет там построить управленческую систему. Точно так же рисовались границы среднеазиатских республик, которые просто разделили там таджикский народ, например, на несколько частей. Большинство таджиков проживает в Узбекистане, в районе, потому что древние таджикские столицы, это не Душанбе. Душанбе в переводе на русский язык это просто понедельник. Это был понедельничный рынок, который никогда не был городом, который создал просто Сталин, как столиц сказал, здесь будет столица. А столица таджиков, безусловно, это Бухара, это благородный Бухара, это Самарканд, это Термес, это Ибн Сенат, куда родом Авиценна, это под Термезом маленькая, там есть деревушка такая. Когда ты проезжаешь...